Для животных, как и для человека, бешенство – смертельные заболевания. С начала этого года в Нижегородской области зарегистрировано около 50 случаев бешенства у животных. В Нижнем Новгороде ни одного подобного случая не было. Из них 60% приходится на дикую правду. И 20 случаев у нас приходится на кошек и собак. Кроме того, в этом году в России вновь фиксируют случай африканской чумы свиней. Первые вспышки зарегистрированы в центральной части страны в январе и феврале. Наша область чума не коснулась, а вот соседние регионы пострадали от страшной болезни. Это вызывает опасения и нижегородских госветинспекторов. Заболевания распространяются от диких свиней до домашних, страдают личные подсобные хозяйства. Есть вспышки на Владимирской, наши соседи. Там были две вспышки. Обе они успешно ликвидированы. На сегодняшний день вспышки были среди диких кабанов. Ближайший очаг поражения чумой находится в 80 километрах от границ Нижегородского региона, в Рязанской области. Распространение вируса, как отмечают ветинспекторы, непредсказуемо. Пока новые вспышки чумы отдаляются от границ нашей области. Опасность очень серьезная. Поэтому мы на прошлой неделе провели нечередное заседание комиссии по охране территории на границе с Владимирской областью с приглашением владимирских специалистов, рязанских и специалистов Ивановской области. Профилактические работы ведутся постоянно. Ветеринарные службы каждый год проводят вакцинацию диких и домашних животных. В этом году от опасных заболеваний было привито свыше 200 тысяч животных по всей Нижегородской области.